Плавательный бассейн «Дельфин» посещает около 250 детей, которые за короткое время добились хороших результатов в этом виде спорта. Пандемия коронавируса в этом году внесла свои коррективы и в их тренировочный режим. Но усиленные занятия вновь возобновились. «В июне месяце мы целый месяц втягивались, восстанавливали свои силы. И в июле-августе мы уже плотненько работали, могли дать определенную нагрузку. Провели контрольные тесты, старты как на суше, так и в воде. Сбросили лишний вес, потому что после карантина все детки пришли несколько мягенькие. Но в принципе это меня как тренера не пугает, потому что это естественно, конечно, гиподинамия, ограниченное движение и так далее. Сейчас дети находятся в хорошей спортивной форме. За лето, благодаря тому, что наши тренеры не ушли в трудовые отпуска и отработали лето со всеми желающими детьми, которые хотели научиться плавать. У нас большое количество детей в этом году учебном». На плавание детей принимают с восьмилетнего возраста, но могут принять и с более раннего возраста, если у ребёнка есть навыки плавания. Имеются несколько групп, в том числе и спортивно-здоровительные. «Группы начальной подготовки. Таких групп не так много, но они есть, естественно. И группы тренировочного этапа. Это уже детки, которые имеют первый юношеский разряд и выше. То есть те дети, которые выезжали на соревнования, либо достигли определённых плавательных успехов. В принципе, мы провели в сентябре уже первые соревнования. И этими стартами очень довольна. Я хочу, конечно, поблагодарить и тренеров и поздравить их с успехом. У них выполнили детки уже первые спортивные разряды. Это Губаева Мария, это Чаев Михаил. И, в общем-то, хочется сказать, что и наши осетинские тренеры уже готовят хороших детишек». Перед тем, как записаться на плавание, дети должны пройти в обязательном порядке медосмотр. Ведь нередко объявляются такие заболевания, с которыми нахождение в воде противопоказано. «Противопоказания, к сожалению, есть. Обычно по болезням почек ограничивают пребывание. Почему? Потому что вода, в принципе, прохладная. Она хоть и в температурный режим у нас держится на верхней границе нормы. То есть учреждение держит воду на уровне 27,5-28 градусов. Нижний предел – это 25 градусов. Тем не менее, все равно для людей, страдающих болезнью почек, это может являться переохлаждением, вследствие чего и, скажем так, обострение их заболеваний. И бывают нагрузки по сердцу. Почему? Потому что, находясь в воде, сосуды и внутренние наши органы подвергаются определенному давлению со стороны воды. И это тоже может негативно сказаться именно на деятельности сердечно-сосудистой системы. Вода в бассейне всегда чистая, постоянно циркулируется, проходит через фильтры. Здесь функционируют два бассейна. Есть все необходимые условия, чтобы научиться профессионально плавать с высококвалифицированными тренерами. С По словам президента Федерации плавания Южной Осетии Евгении Терлевой, в этом году наши юные спортсмены были приглашены в Россию на соревнования по плаванию «Весёлый дельфин». Но учитывая эпидемиологическую обстановку с коронавирусом во всём мире, наша республика не примет участие в этих соревнованиях во избежании заражения.